Всем огромный привет! Это видео релакс о моих украшениях о которых мы еще не говорили Итак, если интересно заварите себе чашечку чая или кофе или устройтесь удобно рядом с подушкой, одеялком мы начинаем прямо сейчас первое украшение, о котором я расскажу это вот такое украшение, вот такой ключик он не золотой он выполнен из серебра что символизирует такой ключ? ключ символизирует открытие распутывание любых ситуаций любых сложностей любых поступков вещей которые нам легко и просто не даются в наши руки мы сделаем все возможное, чтобы все трудности все загадки можно было открыть и к любой ситуации подобрать свой ключ раньше всех начали делать ключики фирма Тиффани но сейчас без проблем можно купить свой ключик и в менее именитых брендах и носить на шее и быть при этом стильной, модной и еще и нести свой символизм это замечательное украшение далее я вам покажу вот таких милых привидений которые я себе позволила купить на этот хэллоуин но по воле и суббиток я их не надела я их не продаю сразу скажу просто вот еще у меня не было того самого настроения когда мне их захочется выгулить два привидения плохой, хороший полицейский одно улыбается чем-то явно довольна наверное удалось кого-то напугать может быть оно просто дружелюбно а второе грустное привидение вот такие гвоздики пусеты это серебро если я не ошибаюсь это фирма премиум 925 проба тут даже осталась цена вот она цена стулья они 200 гривен недорогие ну вот что-то в них такое было что вот мне захотелось украсить уши вот такими вот существами злобными но забавными вот такими касперами кто смотрел мультфильм охотники за привидениями наверное помнят да там были вот такие привидения одна была добрая и смотрите как тяжело их поймать то есть действительно призраки хочется их показать вам а они за счет своей поверхности не даются вот такие вот привиденец я думаю что для меня они будут символизировать какие-то страхи какие-то переживания которые дальше украшения никуда не пойдут ну и память безусловно следующее украшение которое я вам хочу показать это вот такое кольцо с гематитом у меня достаточно часто бывает повышенное давление достаточно неплохо мне помогает гематит опять же в сочетании с медикаментами то есть никогда не стоит рассчитывать на помощь натуральных камней без традиционного медицинского лечения да гематит может нормализовать давление да для этого нужно безусловно следить за своим здоровьем и носить гематит длительное время и надо сказать что у меня вот это кольцо пришло просто фантастически потрясающему совпадению у меня есть точно такое же кольцо точно такое же с тигровым извиняюсь с соколиным глазом с соколиным глазом точно такое один в один такая же форма мне показалась идея вот так вот удвоить энергии достаточно интересной вот так оно выглядит мне очень нравится его форма и конечно его лучше носить самостоятельно на пальце оно очень хорошо и здорово выглядит хотя я его показала одной своей приятельнице она сказала что форма несовершенна то есть вот она посчитала что прямоугольник должен полностью быть закрыт а тут получается вот так оно идет здесь вот так но мне вот эта форма нестандартно очень даже нравится следующее украшение о котором поговорим это вот такие снова милые животные это слоны помню я снимала вам видео по поводу слонов по поводу их хоботов не так давно было видео с Амира Али он мне говорил что хобот вниз плохо у слонов ну по энергетике ну я вот в подтверждение своих слов что я не боюсь слонов с хоботом вниз купила это кольцо слон это украшение которое и мудрость символизирует и устойчивость и здоровье и уверенность и твердость и даже богатство поэтому можете смело брать любого слона хоть с хоботом вниз хоть с хоботом вверх если вы считаете что этот символ вам подходит вообще есть такое мнение что если у вас есть слоны да вот в помещении для того чтобы они приносили счастье их должно быть не менее 7 это может быть слон например в виде горшка это может быть статуэтка но всего их должно быть 7 у меня пока 7 слонов нет но я к этому стремлюсь может быть когда нибудь покажу вам коллекцию своих слонов вот такое украшение вот они достаточно хорошо детализированы и мне они тоже очень нравятся можно вот так носить тоже может быть вот так и лучше будет вот так если вы слышите журчание это у нас чистится аквариум я не сижу на фоне туалета это небольшой аквариум в зале может быть аквариум я вам когда нибудь тоже покажу уже показывала рыбки уже обновились можно и показать в новом составе вот такие два кольца купила но одному человеку еще не показывала вот вам покажу раньше вот так они выглядят вот таким вот узором маленькое колечко и побольше надеюсь что обрадую понравится и будет носить это серебро и оно выполнено с чернением в принципе можно и одному человеку носить например большое на большом пальце я знаю что кто хочет например встретить пару тоже может носить два одинаковых кольца на себе и говорит что когда встретишь второе обязательно отдашь ну вот это большое а это поменьше так оно выглядит такой вот классический узор на мой взгляд мне оно понравилось дальше ой это кольцо следующее это нечто просто пирожар птицы очень оно мне понравилось надеюсь в нем мне будет хорошо писаться вот сразу мысли о том что в таком кольце должно хотеться что-то писать какие-то мысли должны ложиться в текст вот такие вот перья жарптицы ну и конечно чувствовать себя более красивой камни здесь все подкрашенные цирконы никакие ни сапфиры ни изумруды но выглядит оно тоже достаточно интересно это серебряное кольцо дальше еще здесь у меня потрясающее украшение его я давала на задание нужно было угадать камень так вот Катя вот Катя моя ученица угадывала какой камень в сережках и там выпадала карта солнца если я не ошибаюсь и выпадало что-то еще то что связано с янтарем по-моему кубки янтарь он-то в море находится то есть там кубки были и неоднократно то есть реально вот показала очень интересно камень сам никогда раньше не думала что должно падать на янтарь но теперь я уже знаю какие карты вот такие херувимчики это сережки из Прибалтики гвоздики вот такие ангелы держат прекрасные янтарные шары и охраняют своего хозяина очень так детализированные сейчас мы посмотрим как выглядят ангельские попки как они выглядят как они сделаны вот так это все выглядит достаточно мило правда очень милые очень интересные пока я их еще не выгуливала но вот у меня тяга к янтарю идет осенью и зимой янтарь янтарь для меня это камень батарейка камень солнечной подпитки камень тепла доброты и всего вот такого доброго хотя я его не ношу с лунным камнем я его не ношу с опалом в паре я стараюсь его подзаряжать на солнце и не усердствовать не ношу янтарь постоянно потому что мне все-таки ближе энергии луны чем солнце но выглядит они достаточно мило и должны неплохо заряжать и бодрить такие серовинчики ну и что еще осталось осталось вот такое потрясающее украшение мне оно очень понравилось приехало оно ко мне совсем недавно это вот такое украшение на магнитах с вот такими вот замечательными розочками оно очень интересно сделано вот 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 вот